МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Председатель Верховного суда Казахстана Жакип Асанов отчитался перед главой страны Нарсултаном Назарбаевым об итогах работы за первое полугодие. По словам Жакипа Асанова, в Казахстане на треть стало меньше арестов, которые связаны с экономическими преступлениями. В завершение встреч Назарбаев дал ряд указаний. Напомним, в январе этого года экс-министр национальной экономики Казахстана Куадык Бишенбаев во время судебного заседания извинился перед главой республики и народом. Чиновника задержали в январе 2017 года и обвинили в неоднократном получении взяток в особо крупном размере, а также в растрате. Минэкономики Бишенбаев возглавлял немногим более полугода. За шесть месяцев 2018 года суды первой инстанции рассмотрели 1 миллион 800 тысяч судебных дел и материалов. Это число превышает аналогичный показатель прошлого года. По уголовным делам осуждено более 16 тысяч человек, 25% из которых приговорены к лишению свободы. В Казахстане растет количество депозитов в национальной валюте. Об этом рассказали в Назбанке страны. По данным финрегулятора, на 8,2% за полгода выросли вклады в тенге. На сегодня они составляют 9,9 триллионов. Уровень долларизации депозитов снизился до 44,5%. При этом розничные вклады казахстанцев на сегодня занимают более половины депозитного портфеля отечественных банков. За последний год они выросли на 7,5% и составили 8,5 триллионов тенге. Объем депозитов физических лиц нарастили с 19 до 32 казахстанских банков. По данным Назбанка, в стране сохраняется рекордно низкая инфляция. С начала года она составила чуть больше 4%. Кроме того, в прошлом месяце второй раз за год в стране зафиксировали дефляцию. Это снижение общего уровня цен. В целом стоимость товаров и услуг в июле стала ниже на 0,2%. Подешевели продовольственные товары на 0,5%. В тот случай, когда действительно мелочь, а приятно. Портрет среднестатистического вкладчика представил Национальный банк. По данным регулятора, эта женщина старше 55 лет, на счету которой 7 тысяч рублей. Либо 45-летний мужчина, который хранит в банке свыше 10 тысяч рублей. Всего же резиденты Беларуси по июльской информации разместили на банковских счетах свыше 16 миллиардов рублей. На этой неделе Россельхознадзор проведет инспекцию белорусских производителей яблок и томатов. У федеральной службы, оказывается, есть сомнения, действительно ли белорусскую продукцию поставляют предприятия, а не более дешевую, к примеру, турецкую. При этом нынешний год в стране бьет рекорды по урожаю яблок, а томаты в белорусских теплицах и вовсе растут круглый год. Но, видимо, лучше один раз увидеть. Россия окажет всяческую помощь по возвращению в Сирию беженцев, которые сейчас обитают в Ливане. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на встрече с ливанским коллегом Джибраном Бессилием. При этом российский министр подверг критике действий стран Запада и институтов ООН, Совета безопасности и УВКБ, которые, по его словам, всячески препятствуют возвращению сирийцев на территорию подконтрольной правительству Башара Асада. Среди соседних Сирии Ливан – вторая по числе принятых беженцев страна. По данным УВКБ, там почти миллион зарегистрированных мигрантов, учитывая незарегистрированных. Число может достигнуть полутора миллионов. Для совсем небольшого государства это огромная, почти непосильная нагрузка. Вопрос возвращения сирийцев для Бейрута сейчас один из важнейших. На встрече с Лавровым Бессиль подчеркнул, что ради решения этой проблемы его страна готова участвовать в восстановлении инфраструктуры и мировой жизни в Сирии. И у нас единая с Ливаном позиция, которая заключается в том, что условия для того, чтобы беженцы начали возвращаться, уже созданы. Этот процесс уже начался и контрпродуктивно, мягко говоря, выдвигать искусственные требования, которые затрудняют возможность для беженцев уже сегодня возвращаться к своим очагам. Крупнейший белорусский ритейлер выступит спонсором важного спортивного события. Соответствующие соглашения подписали в Национальном олимпийском комитете генеральный директор торговой сети и глава фонда дирекции Вторых Европейских игр 2019 года. Согласно договоренностям, Евроопт выделит деньги на организацию спортивного турнира. Для дирекции Европейских игр каждое подобное соглашение – это не только финансовая помощь, но и повышение имиджа соревнований. Евроопт уже не раз выступал партнером различных спортивных событий. Только за последние три с половиной года компания выделила на разные виды спорта в Белоруссии более 26 миллионов рублей. Ритейлер поддерживает Национальный олимпийский комитет, Федерации гангбола, тенниса, хоккея и другие соревнования. Напомним, Минск примет вторые европейские игры следующим летом. Это знаковые события в спортивной жизни страны и в целом Европы. Поэтому сделать событие незабываемым – приоритетная задача, на решение которой направлены совместные усилия государства и бизнеса. Прежде всего, это снижение финансовой нагрузки на бюджет игр и привлечение частного капитала частных компаний, безусловно, показывает социальную ответственность и участие бизнеса в реализации общих задач, стоящих перед Республикой Беларусь. Яркое имя, имидж компании «Евроторг» – это, безусловно, огромный плюс в компании рекламной собственной игры. Большая тройка российских операторов сотовой связи с 18 августа отменила внутренний роуминг. На этом настояла Федеральная антимонопольная служба. Год назад ведомство потребовало устранить наценки на тарифы для путешественников по стране, которые, по сути, не обоснованы. Однако некоторые операторы не пошли на это, лишь снизили стоимость исходящих телефонных звонков и СМС примерно в 5-3 раза и ввели плату на входящие в регионах пребывания. В результате во отношении крупных игроков рынка Федеральная антимонопольная служба возбудит дело в нарушении антимонопольного законодательства. Полностью внутренний сетевой роуминг в России отменят до конца сентября. Греция вышла из-под управления зарубежных кредиторов. Но стране нужно продолжить модернизацию экономики и активную борьбу с коррупцией и уклонением от уплаты налогов, заявил еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси. Он признал, что за 8 лет кризиса ошибки были допущены с обеих сторон. Ответственность еврокомиссара возложил на бывшего министра финансов Греции и на европейские институты, которые, по мнению Московиси, слишком медленно реагировали на происходящее в Греции. Кризис привел к закрытию более 240 тысяч компаний. Почти миллион человек остались без работы. Но несмотря на недовольство граждан, которые регулярно устраивали акции протеста, правительство страны продолжило закручивать гайки, поскольку того требовали власти Евросоюза. Кризис в Греции оказал влияние на еврозону. Институционная структура изменилась в лучшую сторону. В этом уверены специалисты в области макроэкономики. Несмотря на оптимизм еврокомиссии, аналитики уверены, что Греции в ближайшие годы снова понадобится помощь. Всего за 8 лет государства еврозоны, Международный валютный фонд и Стаб фонды выделили Афинам почти 300 миллиардов еврокредитов. Последний транш в размере 15 миллиардов был перечислен в начале августа. Греция на своем опыте убедилась, когда долг слишком высок, то вы в буквальном смысле не можете дышать. Экономике не хватает воздуха, организм перестает функционировать. Вот почему нужно уменьшать долг, сокращать дефицит и восстанавливать собственный суверенитет. Но давайте не будем делать ошибочных выводов. Кризис в Греции не был следствием политики жесткой экономии. Эти меры вводились, потому что уже разразился ужасный кризис. Не нужно забывать, что греческое государство уже не было способно функционировать. Экономические структуры стали какими-то искусственными. Образовался пузырь, который в любой момент мог лопнуть. Мы должны были изменить ситуацию. Французский нефтегазовый концерн «Тотал» официально прекратил деятельность в Иране. Об этом заявил министр энергетики этой страны. Ранее в «Тотал» заявили о намерении покинуть иранский проект в связи с санкциями, которые после одностороннего выхода из ядерной сделки с Ираном повторно вводят в США. В заявлении указалось, что из-за американских санкций компания не может продолжать участвовать в проекте «Южный парс-11» и вынуждена будет прекратить все операции с ним до 4 ноября. Власти Ирана дали «Тотал» 60 дней на то, чтобы найти способ обойти санкции США. Французская компания – ведущий участник консорциума по освоению крупнейшего в мире газового исторождения с долей 50,1%. По некоторым данным, в настоящее время Иран ищет замену «Тотал» в проекте. По другой информации, долю французского концерта в нем выкупят китайская нефтегазовая компания. Обвал турецкой лиры сделал эту страну еще более привлекательной для туристов. Иностранцы говорят, что стали меньше тратить. Европейцы не упускают возможность и рвутся на турецкие побережья и рынки. С падением цен турецкие пляжи переполнены. Отдыхающие, среди которых много европейцев, радуют местных жителей. Но обвал лиры беспокоят триэлторов. Несмотря на выгоду для себя, туристы надеются, что экономическая ситуация в стране изменится. Венесуэльцы, которые надеялись попасть в Эквадор, сейчас толпятся на контрольно-пропускном пункте. Власти этой страны, как и правительство Перу, ужесточили правила въезда для мигрантов и Венесуэла. Теперь для пересечения границы венесуэльцам придется предоставить паспорт. Ранее иностранцы могли въезжать в эти страны по национальному удостоверению личности. Венесуэля охвачена экономическим и политическим кризисом с выдачей паспортов проблемы. Граждане с самого утра выстраиваются в огромную очередь в надежде получить документ. Однако ожидание паспорта может занять более полутора лет. Миграционная служба, занимающаяся в выдаче этого документа, ситуацию не комментирует. Из-за экономических трудностей венесуэльцы вынуждены покидать страну нелегально. За последние 15 месяцев более миллиона граждан направились в Эквадор через Колумбию. А общее число покинувших родину венесуэльцев за последние 4 года достигло 2,5 миллионов. Продолжение следует...